Начинается второй матч на третьем канале в рамках квалификаций китайских на Dota 2 Asia Championship 2017. Вторым матчем у нас будет противостояние между Viyang и Vichy Gaming Potential, но окомментировать для вас будут Texas и Fly. Ну что же, мы опять видим эту связку, что это Демон и Луна, которая у нас была в прошлой игре, но и Earth Spirit вместе с Морфлингом. А Морфлинг — это такой персонаж, который постоянно один, и если он не вывезет свои артефакты, то будет очень печально, потому что это все-таки лейт-герой. Правильно я говорю? Да, да. Так и есть. Я все правильно сказал. Это радует. Ну что же, баня Тинкера — персонаж, который я вчера наблюдал, по-моему, против Team Ukraine на VSG, и там этот Тинкер разрывал все и всюду, вот тревела и все, и парня больше ничего для жизни не надо. Это перуанцы, они могут, они могут, в принципе, удивлять. Кстати, смотри, у нас в прошлом матче на двух картах у нас банился в первой стадии Underlord. В этом матче его игнорируют. И, в принципе, у нас такая ситуация, что бывают матчи, когда есть такие герои, которые в первой стадии отлетают, и при этом на последующих матчах они вовсе игнорируются вплоть до последних пиков. Ну, возможно, просто команды знают друг друга, знают, кто с каким, кто каким пиком играет, и поэтому, в принципе, по пикам первым видно, что контролить хотят. Вот мне нравится очень Эрспирит, очень обильный, суппорт, насколько я понимаю, то, что это персонаж, который собирает меки, всякие дискорды и прочее, Доминатор, который сейчас, это именно для суппорт позиции предмет, и Дарксир, которого стенка теперь замедляет. Вот это уже что-то серьезное. Дарксир — это, конечно, такой толстый, толстый хардлайнер, который еще надо догнать. Зайца его так называют. Не знаю, в первой доте еще называли его Зайцем, потому что не догнать этого персонажа на начальной стадии. Ну да, в принципе, было такое, ты прям вспомнил, такие бородатые. Да, тогда и было. В первой доте называли и Снайпера Зайцем, он был подписан как Зайцев, как Стрелок. Да, на самом деле, знаешь, вот у нас есть бан Андерлорда, и он весьма грамотный, так как вот в таких пиках, когда есть герои, которые любят без руки, Андерлорд вот прям на корню их срезает из-за того, что урон очень-очень жестко рижется. Ну вот еще тут Андерлорда летала бы очень красиво, если бы, ну, у него же ультимейт, поправь меня, если я скажу неправильно, он тэпает персонажей к себе, или тэпается к... Ну, кто рядом с ним, он тэпает всех к какому-то юниту союзному. У него, по-моему, так ультимейт работает. Ну, он раньше в Передоте работал иначе, сейчас он прям такой жесткий, в плане того, что можно делать такие локейты, допустим, на птичку без маркера. Хорошо, он тэпл на базу просто, и все, все. Не, можно было настроение, не только на базу, ну... Но Мицедуна юнитов не юзался. Да-да. Так, ну что же, нам нужен еще один суппорт для Вича Гейминг, там уже два суппорта взяли, это Оракул и Эр Спирит, нужно какой-то хороший мидер, ну и пока худенькие персонажи, хотя Морфлинг не сказал бы, что он худенький, он может быть, он, знаешь, как такая модель всех степеней, он может быть и худеньким, он может быть и в меру упитанным, может быть вообще суперсилачом, но и Оракул, который сейвит. Этот персонаж вообще... В последнее время был забыт, в последней катке, которую я смотрел, особенно на Везге, и его... Он вообще везде заходит, он и маг урон может зарезать, ультимейт вообще спасает от всего на время, плюс цеплять можно, то есть это универсал такой. Ну да, хороший очень суппорт. Знаешь, на самом деле, вот этот первый пик земели, я о нем не сказал, он весьма необычен, так как, ну, редко берут у нас земель на первый пик, возможно, у нас есть такой прям очень жесткий игрок на земелье, хотя я так вспоминаю, команду Виа Янг, я все-таки видел ее часто, но не скажу, что прям там какой-то... Ну, перед земелью есть. Топ земелья, да. Хотя на самом деле, я вроде бы Шайнинга, либо Джуди видел на этом персонаже, вот нужно посмотреть это по матче, вот по игре, возможно, я по игровым моментам вспомню, потому что там в Китае было очень много, в плане DPL, но какой-то из коллективов, именно в Тир-2 Китая, там у нас разделена Китай на два дивизиона, вот там была команда, которая вот прям любила его на первой стадии, возможно, это были Виа Янг, даже я вот почти уверен, что это были они. Посмотри, у нас Кунка, это медовый Кунка, Shadow Demon, это вот очень старая связка Кунка плюс Shadow Demon, еще можно Мирану сюда приплюсовать, Инвокера приплюсовать, все, что связано с Shadow Demon, и вот теми, кто может под его сферу кидать какие-то скиллы, ну и вот Торрент, плюс туда же корабль, очень шикарная связка, и Вичи Гейминг сейчас действительно имеет хороший потенциал для драк, особенно для масс-файтов, и цеплять есть чем, и драться 5 на 5 есть чем, мне прям очень нравится этот пик. Ну да, ну и чем у нас будут завершать свои пики? Знаешь, что вот плохо сейчас в Доте стало, после, я не знаю, как так получилось, но после патча, почему-то сломался эти пикабанов, видишь, у нас сейчас стрелочка показывает, что пикает нижний, но пикает верхний, при этом, у нас это ранее работало исправно, и во время просмотра матча, это работает исправно, то есть когда ты смотришь матч через Дота ТВ, но когда ты их комментируешь, именно из лобби, почему-то это сломано, и это не пофиксили уже полтора месяца, то есть, вау, как вы это сделали, и типа, почему вы это не пофиксите, это же очень просто, но, видимо, у них какие-то свои задачи, да, они заняты. Пент, это харда, так понимаю, мидер Эмберспири, два суппорта и морф, ну вот и вещь, осталось одного суппорта взять, не знаю, может какого-то Дизраптора, под Дарксира, который стягивает, ставит Статик Шторм, нет, это еще один Кор, ого, ого, теперь уже интересно, кто пойдет на лане, и кто пойдет на мид, возможно же такое, что Кунг, Кунг Роум, нет, Дарксир, не, Кунг Кунг это суппорт, да, Дарксир, ой, Дарксир, Кунг Кунг плюс Шадоу Демона, такая стандартная связка, потому что есть у нас комбинация, мало того, что через Икз Марку, под торрент, так и есть комбинация через Дизрапшн под торрент, это, ну, как в прошлом матче у нас было, распики, то есть, можно использовать Шадоу Демона, под героев, в Хноут, Кунга, Мирана, Лишрак, Лина, это как раз я тебе и сказал в этом, еще инвокера можно, ну инвокер на питании, это как кор, это плохо, а именно в плане субпорта, то есть, рядка субпортов такая получается, но Кунг & Суппорт, я, как ты видел, по-моему, на NTA, и больше я как-то не замечал Кунг Суппорта, и тут раз, здравствуйте, я человек с мячом, но я буду помогать бедным и нищим. Не, на самом деле это норма, то есть, Кунка-суппорт, он очень хорош Китайцы его практиковали И говорили, что он очень жесткий В момента там были Тренировочный матч, эти клоузы и так далее Кункевич прям был Ходовым героем Ну вот краски, да Кунка ворды купил Начинается матч, увы С проблем технических Надеюсь, это быстро пофиксится Так, ты видишь какое-то секретное слово? Ле в конце уже плохо Если в любой фразе есть ле Это плохо О нет Мне кажется, или нас преследуют Паузы Паузы и их последствия Возможно, возможно Ну, кстати, у нас Интересно, таблица сейчас Ополняется где-нибудь В лаве, в плане того Как вы были результаты на параллельных матчах Было бы интересно уже Я тебе могу сказать, что Ньюби Босс проиграли Да, это я слышал Это печально В чем с таким треском? А, они играли против команды FTD Club A На самом деле Не самые сильные товарищи FTD Club A И если прям с треском проиграли им То проблемы у Ньюби Босса Вторая катка была 2-4 на 1 слита Ну да, бывает Ну ладно, в принципе, это первый матч Директор у нас таков товарищ, что может собрать команду в кулак И дальше просто всех развалить Опять же полетят шутки Не знаешь про девушку? Нет, она не виновата Я уверен Это никого не интересует Да, у нас матчи Какие там были еще сыграны? Sidak IG У нас Sidak Проиграли 2-0 IG В принципе, у нас все матчи были сыграны 2-0 Но Я вот не знаю Были ли там еще тихоузы Так как у нас матч был все-таки Первый не сыгран Вернее, первая карта Не, по-моему, там были как раз-таки все игровые То есть я смотрел правильные трансляции И там все играли Получается, все играли 2-0 Да Это вот только мы тут просидели немножко Прождали Да, нормально Нормально Так, ну что, где у нас Лея-то хорошо, но мы хотим Зрелище Я хочу зрелище, я хочу торренты Потому что тут демона Вот кто здесь фаворит По твоему мнению Фациональному Вэй или Все же Виайян Так как потеншнл у нас Даже не участвовали на DPL Это команда Ну, как бы даже не Тир-2 Это Тир-3, а Тир-4 Андердоги? Да Ну, потому что И плюс Виайянги Они, играя в турниры Китайские Могли В некоторых картах Одолеть вот прям Такие Тир-1 команды Китая Там они И Ньюби Время Ньюби А Вичи обыгрывали Ньюби Янг обыгрывали Ньюби Играли в ничью То есть Они могут А вот потеншнл Я верю слабо Учитывая то, что даже Я не припомню Да, не точно Они не играли квалы Бостона Они не прошли даже Опен квалы Так что Ну Это уже говорит О многом Так Это у нас уже группа Б Так понимаю Да? Играется Виайянг Вичи Гейм Паташон По сериям идет То есть у нас Ну да Типа первая серия Матч вторая Третья и так далее Ну а по группам Получается Да Группа Б Чего две группы Поэтому Ну тут знаешь Сложно У нас матчей Прям очень много Сейчас в Китае будет Учитывая то, что Это лишь Начало китайских квал Потом у нас там будут Квалы еще и Азии Америки Европы После там еще и групп стейдж Так что Тут на даке Прям Очень все загружено Учитывая то, что Насколько я знаю Была информация Что с третьего Там По тринадцатой Будет Вот каждый день По восемь Бест оф три в день Я бы сказал, что это Много Думаешь? Ну Восемь Бест оф три Если это комментирует Не один человек А на три канала В принципе Разгружается Так скажем Эти матчи Плюс-минус Это получается Каждый матч Бест оф три Если это два-один Там по времени Очень долго Да-да Там хватит А не подряд Или как-то Есть какие-то Параллельные матчи? Я не знаю На самом деле Вот еще не составлено Расписание квалификаций Лишь Китай проставлен То есть Ни Америка Ни Азия Ни Европа И кстати СНГ будет отдельно Участвовать в квалификациях Еще этих Данных нет Кого там за инвайтерем Кто получил приглашение Кто будет играть Какие-то квалификации Открытые Хотя я не уверен Что они будут Так как В Китае у нас Допустим нет Опен квал Были у нас Лишь матчи Пре-квалификации Из-за того Что команда Braveheart Сняла с турнира И решили Не выделять слот Именно для Какой-то из команд А сделать Такие пре-квалы На четыре команды На Рожби Авалон Клаб Кавалерию И Ньюби Босс На вершине Ньюби Босс Эквалы выиграли Прям вообще Без проблем Ну что У нас Игра продолжается Вернее Начинается даже Точнее Ну дорогу мы ждали Там уже Разбрелись Потихоньку У нас вот Земелья Сделал ТПшку Наш Райн Поставил вард Неплохо Ну а здесь у нас Прям командно Выехали Решили Завардить И дать бой Если получится Но тут очень много Всего для начала Есть в драке Ну тут Земелья Поворот не туда Часто спрячут И в принципе Земелья уйти Здесь невозможно Вот Таренклский Под Дидравшин Залетает Этот комбинат Которую надеюсь Мы будем видеть часто Так как Ну хорошо Когда суппорты Отыгрывают Именно в плане того Как они были задуманы Ну и в принципе Вот Фирстблат был заработан Ну хорошо получилось Ну и теперь Будем Начинать игру Потому что Это даже До выхода крипов Совершился фраг Не считается Не сказал бы что Много Не сказал бы что Это много получили Чего-то в EJ Платеншнл Потому что Все-таки Одно дело Убить игрока 15 уровня Другое дело Первого То есть там Экс пулечки Капнуло Но это так решает Зато Фирстблат для Джиггернаута Плюс еще и Баунти возьмет Так что Мидер все-таки Подзаработает И будет иметь уже Преимущество Над вражеским Мидером Битва Начинается Так Ну все Теперь по баунтирунам Разошлись у нас Команды Синхронно Взяли Причем Три руны Да Три руны Команды Веджи Так После фрага Не захотели Еще что-то Давать Вэй И Мидовой Джиггернаут Ого Это норма Это норма Джаггернаут Мид Ходит сейчас Очень часто Мое удивление Здесь Неуместно Ну На самом деле Джиггернаут В центре Это уже Стандартная схема Это наверное На протяжении Полугода А то Не сказать что больше Но плюс-минс полгода Джаггернаут Ходит Не я видел Я уже просто забыл Что такое может быть Это используется Ну ладно Кентавр Стоит нас наверху Будет стоять против луны И кунки Шедоу демон Кто же здесь Шедоу демон Вот он Взаиме Просто Большие иконки Я его потерял А ну тут выход Опять-таки Но кентавр Комбинация Торрент Залетает Неплохо Подкинем Но кентавр Кажется толстый Если у него пурменшилд Размять его Прям не получится До Как бы Фрага Но потерял ХП Порядочно Да Сложно было Большого мальчика Скушать И у нас Но зато Джаггернаут забрал Соло Соло забрал Джаггернаут У нас Вот так вот Эмберспирита Просто Учитывая что Блуму Настрелял Учитывая что Блотфьюри Это вроде как А это магический Урон Все таки Да это магический Урон Но Очень сложно Эмберспирита Будет стоять Против Джаггернаут Учитывая что У того Сейчас скачаны Криты И По лицу Получает Эмберспирит Довольно сильно Ну вот Сказал с баунтируну А для Джаггернаут Сказалось Фраг для Джаггернаут Он все таки Чуточку Получил Именно буст Изначальный И именно за этого Он там Получился Раньше Второй уровень Просто С руки Раздамажил У нас Шанинга И убил При помощи Блэдфьюри И критов И смотри Тут отводники Делают Примерно одинаковые Пуши Чтобы Криты стояли на месте И денежку себе Зарабатывает Луна Ну и попытка Цеплять Наверное Как раз таки Кентавра Убить не получится И Разошлись с миром Друга потыкали Погладили Там Сеземель у нас Въехал на Луну Но Луну тут тоже не размять Попугали И убежали Ну да А снизу тем временем У нас Морфлинг Стоит в соло Против Дарксира Друг друга Ребята даже не трогают Фармят И пока что По Фарму Впереди Да было два Героя впереди В принципе наравне Идут Луна Эмбер И Морфлинг Также к ним Подтянулся Еще и Джиггернаут И в итоге У нас в принципе Все на равных Не считая Двух фрагов От команды Вижи Потеншнл Ну да У нас ДД нашел себе Оракл Выходит он в итоге На ДМХ Но ДМХ Раскручивается С Блейдфюри И сейчас сделают просто Фраг на Огре Которые решили В тренирунг загонгать Но все-таки Огр выживает 17 кп у него остается Но Оракл Это было смещение Втроем При том что У нас пришлось Еще и сэвить Оракла Который еле выжил Так что Момент все-таки В плюс для Вичи Гейминг Потеншнл Несмотря на то Что фрага не было Ну забрали Сто кентавра Сверху Так его Покоцали-коцали В итоге Все-таки Задавили Бедного Четыряногого Кентавра Да Даже обидно На него смотреть Как ему Не дает он покупать Все тангусы Он тратит деньги На то Чтобы просто жить На лайне Ну Такова Что Героя К нам стоит Соло против триплы Его обычно убивают Хоть это и кентавр Хоть он и толстый И снова у нас есть Здесь комбинация Находится под Солки Еще у нас Джуди Джуди Очень неприятно Но тут Земель проехал мимо Ну а Джуди Провели на полхп Есть Хмарка Есть бимчик И на самом-то деле Можно и фраг сделать здесь Чуть-чуть Дэмэджа Нажим дописать И это будет Смерть На кентавре Уже вторая Ну еще тут За баунтируну Могут подраться Забрать ее У земель Которая прям Прям хочет Забрать баунти Она будет через 5 секунд И что делать По-моему Даже не собирается Этому Мешать Она появляется И пока никто ее не забирает Довольно странно Ну как-то Забыли что-ли Вспомнили И вот ШД пошел Забирать руну Еще Джиггернаут Тоже Пойдет за руной Забирает иллюзии Можно теперь Еще сильнее Размять Эберспирит Который пошел Даже на базу У него банка Он отбивается Немножко Пойдет Сейчас завязает Скорее всего Колодец Хотя думаю Не особо это нужно Там на топе У нас убили земелью Был с ФТП Но поняли Что уже поздно Земелью не спасти А лететь самому Туда тоже не стоит Можно подставиться И еще и Еще один герой Сверху Фидонет Немножко непонятные действия Были от земелью сейчас Почему Он знал Что там три игрока на лане То что если его цепанут То он умрет И в итоге В любом случае Поставляется А тут Посмотри как больно Сейчас луней И прожимает Он даже сейчас Дабл Эдж Но не хватает Тычки Даже не знаю Не тычки А как Земель выезжает Есть танчик Это минус на луне Еще и залетает У нас Дабл Эдж Победному Шадоу Демону И вот уже Два фрага сделали У нас Виа Янги Слишком далеко Слишком глубоко Зашли у нас Вичерем потеншнл И в итоге Поплатились Весьма солидной Суммой Которую заработали Виа Янги Не ожидал сейчас Луна То что вот такой Стан под тавером Очень своевременная Джуди И хорошо получилось Что прилетел Дальше уже земель Кинул хороший камень И в итоге Тут два фрага На пустом месте Получили Виджо потеншнл Это очень ненужные Два фрага Ну да Ну да Не приятно Когда вы так Зарабатываете Преимущество на линии А после умираете Вот так вот Ну Слишком дешево Ну даже не слишком дешево Это вовсе Ничего не сделают При этом Но опять-таки Посмотри по вардингу У команды Вей Есть один вард Который палит Эншентов Верхних Потому что их Теперь уже два стака Тоже непривычная тема И Есть На заход Какого-то Ганга Также вард рядом с первым И хорошего вард Поставили на Т1 Сверху Игроки команды Вейджи потеншнл Как раз-таки На то Когда кто-то тэпается Сразу же можно туда Либо торн Либо Зацепить Дизрабшн Ну да Плюс еще Под куш тавером Нужен ранний Для потеншнл Так как Трипла в харде И Луна любительница Спушит линию Как можно быстрее С там джуди Вейсу фармит Уже пол хп Он потерял На этом фарме И сейчас будет Похоже еще один минус Потому что Ну пробить Кентавра с пол хп Не большая проблема На самом деле Еще Дрексиру забрали Который недавно Прожал Соу ринг Это для него Печальное известие Я думаю даже Если бы не прожал Все равно умер Снизу был ганг И тут такая Ответочка Хардленера на Хардленера Сыграли команды И В итоге Это закончилось Ничьей Скажем так 1-1 Ну Тауэр падает На стопе Его Денайт В итоге Нас луна Посмотри на Морфлинга Интересная Такая Система Где показывают У него Перекачку Из-за гилити В Я знаю Я видел Просто Ну Для меня Это Наши Открытие Очень Грамотно Сделали Ну Да Удобно Удобно Не поспоришь Кстати у нас Есть уже Арканы Что-то у Демона Все-таки У него 2-1 3 КДА И вот Тавар упал На самом-то Деле Вот Хорошая Сумма Скопилась Видео Но тут Слишком Рано Начал У нас Кумкевич Решил Сам Подцепить Но Нужно было ШД Делать Но Для Минус В этом Ганге Для Патэшал В плане Того Что Акиз Был потрачен На Фраг Лишь На Суппорте Ну Очень Странно То Что Там Айонни Закричал Даю Дизрапшин Врываемся То есть Он сначала Кинул Дизрапшин До этого Чуть ранее Кинул Фейт Торрент И на этом Как бы У нас Уезжали Здесь Пошел Стампид Подцепили ДМХ ДМХ Пока При помощи Дизрапшина Стан Не по таймингу Как же Плохо Нас Сейчас Сыграл Джуди Могли бы Убить Здесь У нас Джагга Джаггер Открыгаться Еще и По Марфу Джаггер Все еще Жив Джаггер Погибает Наконец Такие Всего Один Фраг В этом Замесе Джуди Пробивает Джуди Пошел Под Хил И Джуди Жить Будет Ну В итоге Всего Лишь Минус Джаггер Наут Да Неприятная Драка Для команды Джипотеншнл Вроде Раздамажили Они Вэев Но Один Перекачался Второй Был Под Хилом Как раз Таки Урак И Под Вторым Скиллом Федедик Очень Вовремя Был Накинут Мак Урон Не Проходил И В итоге Что Те Что Другие Поехали Теперь На Святыню Отхиливаться И Постепенно Команда Вэй Вот Возвращается Ну и сказал бы Что возвращается В игру Но для Морфлига Это в любом Случае В плюс Я вот Не помню Он выжил У нас Или нет В этой Драке Нет Он выжил Да Просто Въехал Да Увидел Сейчас 1.01 У него И да Потому что Он умирал Экспус Съел Немножко Голды И Все было В плюс Даже Для Команда Вэй Ну знаешь На самом деле В плане Перефарма Все Очень 6.000 Ну По фрагам Господи По Ластхитам Краски Веду Да Репотеншнл Но есть Такой товарищ Как Морфлинг И вот У меня к тебе Такой профессиональный вопрос Кто сильнее В лысе Морфлинг Или Джиггернаут Ну знаешь Как бы Не совсем Такое сравнение Будет правильно Потому что Джага у нас С позиции Мидера Здесь Морф С позиции Керри О Корп В любом случае Он Корп Не совсем Такой верный Идет Как бы Определение Потому что Сейчас Так Нельзя В доте Говорить Что вот Есть Допустим Один Корр Второй Корр Кто сильнее Кто выиграет Лейд Там Все Ситуативно Там все Идет От того Насколько Все хорошо Будет У одного Второго Возможно Будет Морф Перефармлен Просто Там Я не знаю В два Раза И просто Будет Все Шатганить Даже Корр А Все же Тут Решает Именно Тимфайт Тимфайт И подсейвы А подсейвы Здесь есть У нас Есть В краске Shadow Demon У нас Есть Клун Кейдж Который Кораблем Пробавить А под Королем Драться Очень Неприятно Учитывая То Что Корабль Плюс Еще Кеминг Парк Сверху Зайти То есть Пробить Такое Будет Прям Невозможно А С другой Там Есть Кентавр Который У нас Допустим Через Билд Керри Собирается В Тараске И его Тоже Убить Нельзя Он Просто Идет Своей Тушкой Ломает Товара Не Нанеся Урона Земелью Съели Интересный Сейчас Был Момент Морфинг Стоял Формил Тавр Билд Тавр И Постоял Сатир В лес И Увидел ТП То Что Собирается Сейчас Поймать Отошел А вот Земелья По-моему Загулял Нужно Было Ему Просто Отойти В итоге Даже Не Укатился Хотя У Скип Как раз У Земель Имеется Ну Товар Постоял Да Потеншин Это Будет Последний Товар Пятни Линии Команды Виа Янг Так что Начинают Они Все Больше И Больше Нарачивать Свои Преимущества Посмотри Сейчас Ульт 2 Будут Забирать И Ничего Не Помешает Сейчас Уэй Своим Противником Правда Посмотрел 9 уровень Драксира У него До сих пор Нет ультимейт То есть На драке Он пока Не настроен Он Вкачивается В базовые Способности И Кажется На 10 Скорее Даже На 11 Возьмет Первый Ультимейт Или Возможно Два Подряд 10 11 Это Кажется Два Ульта Будет В Его Прокачки Второй Ульт Качается На 12 Уже А Точно Ну Такое Дело Да Ну Не страшно Там попытка Выехать За курьером Но курьер Подрубает У нас Радугу И Улетает А что Кстати За курьер У них Такой Это Щетивиз Курьер Хорош Просто Смотрю На этот Как Маленький Мужик Летит На Маленьком Поне У Валвы Есть Такое Визард Фраза Которая Часто Залетает Ну В общем Это Своя Фишка Валовская Ну Докерская Там По-моему Есть фигурки В офисе Валв Да Вот Кстати Такие Фигурки Я видел В виде Этого Мага Я сказал Мага Так А что У нас В Дуде Он пошел Либо торговать Лицом Либо Вместе С Кунг Так Прочекали Блестужащие Позиции К Центру И Нас рисуют Желтым мелом Тарксир Куда надо идти Где будет противник Собирается сейчас В команду В одну Потеншнл И возможно Пойдут уже Забирать Тир-2 На центре Все об этом Все об этом Тир-2 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 Чем я и говорил Ну Все Грамотно Делают Именно Отжимают Таваран То есть У нас Падает Второй Тавар Т2 Линии Останется Последний После Шрайна Рошан И Хайграунд Учитывая Все Это Спушенное Преимущество Будет уже Порядка Тысяч Двенадцати За командой Вичи Геймпотеншнл И с таким Преимуществом Закончить Не проблему Учитывая То, что У Эммерспирта Пока По слотам Все Крайне Плачевно Вот у него Сейчас попытки Выйти себе В покупку Майлстрома Что Так вот Для Подфарма Неплохо Для отпуши Неплохо Но Маловато Будет Ну и Кентавр Как у Керри Он Слабоват Пока Потому что Обычно Керри Кентавр Уходили С покупки Поймали Через Нет Поймали Поймали На X-Mark Но Тогда был Просто Корабль Пошел У нас В итоге Эклипс И Земель Поставили При помощи Феллс Промисса Есть НК Стяжка Вроде бы Неплохо Демнож Конечно Вписывается Но Погибает Пока Лишь Один Жаггернаут Хотя Как Топ Нет На карте Кентавр На Шрайне Уже Два Героя В таверне У команды Вия Янг Но Это Лишь Суппорт И В любом Случае Это Плюс Для Команды Уэй Так Как Убили Они Джаггернаут У Второго Семь Четыреста Нет Ворс Приятно Очень Лакомо Кусочек Сейчас Откусили Для себя Еще И Подставился И он Погибает И И вот Уже Два Фрага Сделали У нас Вия Янги Ну Хотел сказать Дэмэж Дилер Но Я вспомнил Что Кунка Суппорт И Так Немножко Приуныл Кунка Не ДДшник Когда Собираешь Ему Дэйдауса Идешь Ломать Лица Ох уж Эти Пабы Что Вы Со мной Делаете Да Да Есть Такое Дело Ну Ямонта Намечается У Джаггернаута Он Рецепт Это 600 голды Даже уже меньше Еще меньше И еще меньше И скоро Будет у него уже Монта Сможет он Выйдить Различные Филейти Ну Например Что он может Зайвыть здесь Давайте подумаем Ну Как минимум Есть Сайланс От Земели Это уже Неплохо Вот Сайланс Чайны Есть От Эмбер Спирита Тоже Неплохо Допустим Купить себе Морф Шотган То есть Можно будет Себя Астрал Сбросить Либо даже Задоджить выстрел Шотганов Так как Шотган летит У нас Ну Не моментально А снарядом Какие-то Врывы от Кентавра На реакции Можно успеть Монтой Задоджить Стан То есть Это Много Что можно Сделать И Посмотрит Тут Ганг От команды Вей Ребята В ожидании Чуда Что к ним Кто-то Приползет Пойти Попармить лес Есть Блиндаггер У нас У Джуди Врыв на Луну Но есть Подсейв От Шадоу Демона Шадоу Демон Все-таки Луну Здесь Спасает И Стампида В итоге Для отступления Размер У нас Очень Кландо Кентавра Он Конечно Выживает Но И В итоге Ганг Не задался У команды Виа Янг Пытатели Стампить Не так страшно 78 секунд КД И Тут В принципе Такой размен Был скиллами В основном Никто не умер А сверху Те время На Джигернаут Пушил Лайн Вот так Так и живем Одни дерутся Другие Пушат Повторяется У нас Прошлая катка Когда Кто-то дрался Один Пушил Та же Самая Клапа Которая Постоянно Была На Лайнах Решили Рошана Убить у нас Ну Тоже Грамотно Можно Убить Рошана Последний Тавар Затем На Хайграунд После Придачном Файте Можно Будет И Парч Строн Спушить А В случае Чего Можно Будет Отступить И допушить Шрайны Святыни Конечно Мы Не Определились Как их Называть Будем Босс Святыни Самым Обычным Все Поймут Святыня Все Кентавр У нас Подпушил Опять Килайн Пока Забирали Рошана Сейчас Потеншал Как раз Таки Вей Сок Или Лайна Собирали Экспул Фармили Что у нас У Марфа Марфа Пока что Только Драгонленз И Собирается Он В линку Выйти Ну да Вот тут Нужная Вещь На самом Деле Погибает У нас Кентавр Джиггернаута Разрядил В него Омни Слэш Кстати Знаешь В плане Артефактов Я так Заметил Мидас У Шадоу Демона Если что Уже имеется И он уже Наформился В 80 Годы После покупки Мидаса Так что Айо Очень Очень Круто Отыграл А я думаю Что он хочет Купить себе У него Я смотрю Деньга Есть Только Винбленз И еще Было ТП Или Какой-то Вард И все А тут Смотрю У него Уже Мидас И Скоро Хочет Себе Собрать Как Этот Появится Уже Какой-то Подсейф Поймает Сейчас Морфлинга Забрать Его На тот Свет И в Таверну Отправляет Этого Закулявшего Кэрри Минус Морфлинг И Да Денежка Такая Плотная Капнула 361 Для Кунки Плюс Еще Прервана Серия Из Трех Убийств Морфлинга В общем Для Потеншила Сейчас Очень Приятный Фраг Они И так Доминируют Плюс Еще И Забрали Кора Команды Вэй Неприятно Для Китайцев Так Джиггернаут Он Похоже Собрает Диффуза Да Так И Есть Диффуза Для Джиггернаута Будет Очень Неприятно Без Мана Бегать Ребятам Ну Все-таки Диффуза Уж Лишь Кам Такой Профитный Артефакт Для Агильщиков Хоть И Были Диффуза Немножко Поднерфлены В плане Того Что Нельзя Себя Диффузить С темейтов Диффузить Можно Лишь Диффуза На Противников То есть Нельзя Допустим Какие там Баши Снимать Хиксы Это было Раньше Но Все равно Артефакт Очень Очень Хороший В плане Статов Очень Хороший Кстати Вар Сломали У нас Иллюзии Что Весьма Неплохо Хорошо Контролили Пробивает У нас Здесь Джигг У нас Красота Какая Сверху Эклип Залетает Это Минус Оракл Очень Битый Морф На Стопите Он Уезжает Отличные Прыжки По Луне Луна Теряет Своя Егис Но На Всю Эту Красоту Погиб У нас Лишь Один Оракл Что В принципе На Размена Егиса Уж Лишь Мало И Нужно Нужно Бы Допушить Но Увы Бы Потерпит От Что Демоны Луны Опять Запускает Иллюзии Потом Иллюзии От Иллюзии Это Это Все Запускается На Тавр Который Уже Практически Закончились ХП У нас Концентрировалось Все это На Одной Части Карты Абсолютно Вся Драка Проходила Именно На Топе Кентавр Пытаются Отойти Но Не Дают Разбретись Команде Вей Держат Их В одном Месте Я думаю Сейчас Опять Будет Драка Ну да Вот Масварт Откатился Уже Под Иггеню Все Фуловые Маны С лихвой В общем Можно сражаться Пошел Таймой Пуш Под Джуди Джуди Без Там Пида Сверху Бим Залетает Есть Пастец Фулкромиса Есть Хмарка Джуди Пробили Солидно Но Все Таки Нужно Не Чтобы Выдобить Я Думал Умрет Подфили Ну нет Все таки Хватает Урона Корабль Залетает Но Отступает Дальше У нас Эмбер Спирит И Иксмарку Снова Подловили У нас Здесь Марфа Раздамажили Но Дамажили Хаски В Пейтедик Так что Демеш Не проходил Магически Пошел Магнетайз Кстати Магнетайз Очень Очень Не Плохой Эмбер Спирит Сверху И На самом Деле Очень Сильно Продамажили Так что Вместе Зимели Хорошо Комбинит Один Периодический Урон У второго Моментальный И Это очень Больно Если будут Стоять Друг на друга Смотреть Команды То В таком Стоянии Могут Выиграть Вей Которые Будут Дамажить Без Вреда Для себя Если Ты прожал А ты Остался На базе Это Очень Прилично И Смаки От команды Вей Ты посмотри Сейчас будет Какой-то Заход В спину Наверное Ну да Попытаются Выйти Потому что Понимаешь Что Лоб Флоп Принимать Не Получается Ну нет Магнетайза Это Очень Плохо И Плющевар Спалили Теперь Знаю То Что Где-то Рядом Противник Есть Ну На самом Деле Главное Что Упала Вышка А Луна В сторону Пушит Довольно Таки Просто Даже Иллюзия Можно Все Это Подпушить Учитывая То Что Главные Пром Там Попытка Подцепить У нас Пошел Стампид Но Джуди Разномажили Джуди Погибает Джуди Без Байбэка Просто Лопнул Да Сколько Было Урона Что Он Просто Лопнул Даже Щиток Ну Я Привык Видеть Кентавра Это Человек Которого Убивают Последнюю Очередь Конечно Если Он Не Врывается Если Врывается То Понятное Дело Что Будет С Кримсон Тараска Здесь Погибает У нас Мор Погибает У нас Земля Сверху Ну И В принципе Потихоньку Своим преимуществом Задавливает У нас Потеншнл Оппонентов И Похоже Первый Каз Они Доведут До Победного Конца Так Как Здесь Залить Я Даже Не знаю Как Учитывая То Что Крайне Сильный Пик Потеншнл Получился По Команды Потеншнл Нужно Что-то Делать Вейм А Что Ты Сделаешь Иллюзии Идут И Пока Их Убьешь Уже ХП Барак Им Снесут Надо Врываться Тебя Там Уже Ждут Тепленькими Ну И Вот Эмбер Пытается Как-то Раздамажить Бэклайн Но Раз Прожался Хил Есть Варт У Джаггернаута Будет Точнее Через 10 секунд И Абсолютно Все Ему Надо Еще Набирать И Набирать Предметы А Где Ты Сделать Где Ты Наберешь Негде На самом деле Пытаются У нас Именно Траться Отпушивать Линию Хотя Могли Бэкли И Луны Конечно Выживает У нас Морф С Кентавером Бэкбэк Есть У нас От Оракла Но Сторона Топадет Хотя Есть Глиф Подождите Она Еще Не Упала Ну Бэкбэк От Эмбера Ну Хотя Прям Задеф Эту сторону Но Нет Увы Этого Не Получится Оркл Просто Погибает От Глэйвов Такое Тоже Бывает Эмбер Тоже Очень Больно И Глэйвы Так-то Не Прощают Это Просто Иллюзии Луны Это Просто Иллюзии Луны Которые Ломают Всю Команду Да Пошел Магнитайз Есть Подсех Станк Отлично Подвух Супор Залетает Сверх Магнитайз На самом-то деле Сейчас Можно И Подфид Здесь Но Есть Гривсы Есть Корабль Сейчас От Кункевича Через 5 Секунд Пора Бы Пора Бы На самом деле Бывает Такое Что Понятно Всем Кроме Игроков Что Это ГГ Они Отчаянно Дерутся Отчаянно Хотят Как-то Вытащить В принципе У Вей Потенциал Есть У них Есть Морф Но У Морфа Нет Денег У Морфа Нет Ничего Чтобы Убивать Кого-то Да Он Может Шеф Да Он Может Страйк Кинуть Но Вдруг У тебя Все Лайны Запушены Тебя Держат На базе Да Конечно Можно Отфармливаться От каких-то Крипов Которые Краски У тебя Под Тавром И Бей Не Хочу Но Есть Также Еще И Эмбер Который Съедает Весь Этот Фарм И Очень Сложно Сейчас Будет ВМ Как-то Из Там Есть Магнитайз Есть Кентавр Но Это Не Проблема Это Не Так Страшно Там Не Хватит Урона Чтобы Так Все Пробивать Не Уэй Надеется На Чудо Просто Они Надеются На Чудо На Какую-то Ошибку От Команды Потеншал Где Поставится Луна Подставится Какой-нибудь Джиггернаут Они Быстро Сотрут И Как-то Драка Пойдет В их Пользу Но Это Все Мечты Надежды Ну Попытка Врыва Стенка Залетает Корабль Там В принципе Все Неплохо Убили Шадоу Демона Ну Неплохо Но Луна Делает Фраги Вот Есть Уже Перефарм Для Луны Есть У нас Гост От Марфа Мы Поймали И Убивают Ну И В принципе Удание В принципе Тут Просто Слишком Уж Перефармлены Слишком Перефармлены Дерится Что Они Могут Как-то В этой Драке Подраться Но Раз И Луна Случается С командовой Луна Которая Стоит Авто Тачит И Не Особо Парится Купила На Хрикен Пайк Но Мне Кажется Что Если Оставить Один Сапог Она Даже С Обычной Атакой Убила Всю Команду Вей Не Ну 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 Что В итоге У нас Формат Best of 2 И Хоть Я Больше Верю В Янг Но Все Таки Патеш Нам Показали Достойную Игру Посмотрим Было Ли Это Случайностью Или Все Они В разы Сенее Ниже В Янг Нам В принципе Формат Best of 2 Может Это Отчасти Продемонстрировать Так Что Ждем Начало Следующей Карты Кстати Я В После Матча Как Там Все Произошло Сколько Там Было Потрачено Допустим На Средства Обнаружения Если Там Были Инвизеры Сколько Было Несено Урона Туда Предметы Поддержки Кто Сколько Купил Чего Когда Сколько Денег Потратил Это Очень Классная Статистика Раньше Такой При мне Такой Не Я могу Так Сказать Знаешь О чем Я хотел Сказать О том Что Shadow Demon Внес Урона Больше Нежели Любой Керри Команды Виа Янг 16000 урона От Shadow Demon Здравствуйте Я Shadow Demon У меня Есть Иллюзии Вот Собственно Он Не Передамажил Луну По крайней Мере Нет Противника Да Понимаешь В чем Суть То есть Была Связка Shadow Demon Лунам Она Была Крайне Сильна Выходит Патч И при этом Патче Совсем Не Фиксятся Иллюзии Почему Это Очень Жестко 16000 урона Внес Shadow Demon Это Нормально Это Только Иллюзия Это Просто Иллюзия Запускала 26 минуты Да 26 минуты Крыш Shadow Demon 16000 урона Это Норм Это Не Норм И Почему Это Не Фиксится Учитывая То Что Там Пикали У нас Допустим Омника И Его Давайте Резать Очень Сильно А Shadow Demon Нормально И так Сойдет Нормальные Иллюзии Подумаешь Создал Иллюзию Даже Сражеского Керри И сломал Всю команду Такое Тоже Бывает Учитывая Что Там Могут И проигрывать А Вкачать Себе Четвертые Иллюзии На Демоне Это Не Проблема Потому Что Ну Взять Левел Такой Чтобы У тебя Были Четвертые Иллюзии Это Мне Кажется Валю Просто Ставки Делают